приветствую тебя зритель меня зовут деквин я автор блог казуального геймера а в этом видео расскажу о том что такое сердце азерот и азеритовая броня прежде чем мы перейдем к сути вопроса немного истории конечно вы уже в общих чертах знаете что такое азерит это эссенция субстанция кровь титанший азерот который стал вытекать из планеты после того как саргерас поразил ее мечом но это далеко не первый раз когда мы имеем дело с кровью титана когда-то очень давно между древними богами и титанами произошла эпическая битва титана рожденным армии титана противостоял самый могучий древний бог яшардж наблюдая за битвой со стороны титаны поняли что их создания могут потерпеть поражение и тогда амантул решился на отчаянный шаг он выдернул яшараджа древнего бога из коры планеты древний бог погиб но для планеты это имело очень серьезные последствия амантул не представлял насколько глубоко древний бог пустил корни планету и поэтому на месте где он был образовалась огромная зияющая рана из которой истекала кровь титана хранителям и другим титранрожденным удалось создать защиту вокруг этой раны и так появился колодец вечности о том какую роль сыграл колодец вечности в истории азерота говорить не приходится я думаю что все об этом так или иначе знают только один факт именно из-за того что одно из племен троллей жила рядом с ним в конце концов она эволюционировала в расу ночных эльфов но ночные эльфы не были единственным народом который возник вследствие положительного влияния колодца вечности свое время гоблины были примитивными существами которых довольно быстро взяли в оборот троллей использовали в качестве рабов помимо всего прочего гоблины добывали каджамид очень ценный минерал который использовался троллями для проведения ритуалов минерал оказал настолько благотворное влияние на гоблинов что они поумнели и в конце концов свергли своих хозяев так вот совсем недавно выяснилось как каджамид является азеритом да и есть подозрение о том что извержение на кизане было спровоцировано не полетом смертокрыла а тем что гоблины нашли еще одну каджамидовую жилу и докопали слишком глубоко вот такие вот интересные исторические факты а теперь перейдем к сути вопроса как уже было сказано ключевым артефактом является ожерелье сердце азерот который дается нам самой азерот через магни бронзоборода который выдает нам его после выполнения короткого гвыста магни дает нам это ожерелье для того чтобы могли собирать и хранить эту субстанцию что впоследствии вернуть ее азерот таким образом уже сейчас можно с большой уверенностью утверждать что в конце концов весь азерит который мы соберем нам придется отдать законный владелец впрочем до этого еще очень далеко а пока нам надо знать следующее откуда можно получать азерит источниками азерит азерита являются редкие мобы боссы в подземельях награды за выполнение локальных заданий награды за выполнение заданий морских экспедициях и азеритовые жилы которые разбросаны по миру азерит будет собираться автоматически то есть это не как с артефактами когда нам приходилось нажимать на некий предмет который добавлял очередную пару миллиардов очков к силе артефакт по мере накопления азерита нам будут открываться все новые уровни сердца азерот а вот эти самые уровни будут влиять на то какую азеритовую броню мы сможем носить азеритовые доспехи это особый тип брони который обладает уникальными свойствами зависящими я уже сказал от уровня ожерелья азерот если вам падает кусок азеритовой брони и ваш уровень артефакта позволяет вам открыть дополнительные свойства то мы кликаем на предметы и появляется специальное окно у нас есть несколько тиров дополнительных способностей вернее наборов неких обилок и талантов из которых мы можем выбрать для предметов синего в кавычках качество это обычно два тира для эпиков это три тира последняя способность это фактически просто прибавка к уровню предмета 5 очков сейчас азеритовая броня существует для трех слотов это голова грудь и плечи есть два важных момента касающихся азеритовой брони о которых нужно знать первое это то что есть разные версии предметов то есть есть допустим нагрудник который падает в подземелье на 5 человек нормале и есть его же версия только более лучшего качества которое падает в мифике трейд они будут схожи с той лишь поправкой что на предмете эпического качества и будет больше при этом для одного и того рослота есть несколько кусков брони которые обладают разными свойствами трейд и бывают разные они бывают общие для всех классов есть трейд и связанные с локациями то есть не действует только в них есть трейд и который касается pvp аспекта игры и естественно из классовые дополнительные свойства которые могут применять только определенный класс если вам интересно какие могут быть дополнительные свойства то я приглашаю вас посмотреть статью на моем блоге в котором они подробно описаны последняя вещь которую следует знать об азеритовой броне это то что таланты можно переназначать для этого есть специально обученные люди то есть не люди а эфириалы которых вы можете найти в главных городах фракций баралосе и зулдазаре найти их довольно просто они располагаются рядом с трансмагрификаторами за весьма символические деньги вам позволят сбросить трейд и переназначить по собственному усмотрению это основные моменты которые касаются азеритовой брони ролик сделан на основе того что я увидел на бете и как все это будет играть дальше впоследствии уже в дополнение battle of azeroth посмотрим после релиза я слышал и читал разные отзывы об этой игровой системе пока однозначного вывода сделать нельзя и я думаю что вопросы о том какая броня является бисовая какие наборы трейд являются лучшими это уже будет предмет споров теорий крафтеров и любители покопаться классовой механике на протяжении следующих наверное до конца дополнения надеюсь ролик оказался для вас полезным и если это так то ставьте лайки и подписывайтесь на канал и конечно же удачи спасибо спасибо спасибо